Ты, согласившись выйти за меня, сделала мне самый хороший подарок для меня. Что по отношению к этому цвету? Они очень хорошие, Розан. Всем дома, они понравились. Большое тебе спасибо. Им спасибо. У тебя голос какой-то странный. Надеюсь, нет никаких проблем. Нет, нет. Всё, как мы и говорили. Именно в то время мы будем на месте. Сегодня мы будем помолвлены. Я люблю тебя. Я тебя тоже очень люблю. Алло. Дядя Тарик, ты в университете? Я хотел бы тебя попросить кое-что очень важное. Я в своём кабинете, Розан. Приходи. Да, я жду. Хорошо. Я иду на прошение, дядюшка Тарик. Мне нужна твоя помощь. А. Жиледа и Мюнтаз, конечно, отказались от этого всего, да? Я никак не могу убедить маму. Я говорю ей, что очень люблю вас, но... Никак не могу её убедить. Я говорю ей, что это окончательное решение. Но она не верит мне. И один я пойти туда не могу. Я знаю, после того, что сделала Берчин, это немножко странная просьба, однако... Я хочу, чтобы ты, как старший, был рядом со мной. Розан. Берчин очень большую ложь сказала тебе. Поэтому ты прав. Эта тема закрыта. Ладно. Твой отец тоже хотел бы, чтобы я был рядом с тобой. Не буду я обижать нашего покойного Селима. Пойдём. Большое спасибо, дядя Тарик. Хорошо, что ты есть. Ты не сможешь произносить именно моего отца, Лзан. Я не позволю тебе получить его наследство. Даже как не позволю тебе воссоединиться со Слэм. Пока я жив, ты не сможешь быть счастливым. Озан? Что такое? Ты преследуешь меня? Слэм? А, нет. Я на парте, где ты обычно сидишь, нашёл ту ручку. Она ведь твоя? Нет, она не моя. Хватих. Хорошо, что я увидел тебя. Налез в твое право в 104-й аудитории. Пойдёшь вместо меня? Мне просто с Слэмом нужно кое-куда выйти. Ну что вы, учитель, конечно, я всё сделаю. Большое спасибо. У нас сегодня с Сузаном есть дело семейное, да? Желаю удачной лекции. Спасибо, учитель. Куда мой учитель с Сузаном направляются вместе? И он закрасиво оделся. Твой отец и Сузан идут спросить о Слэм. Что? Хватих. Мы должны что-то сделать. Мы ведь не позволим этому произойти, да? Хватих. Сынок, беги. Беги. Твой отец умирает. Мне было очень страшно, сынок. Когда появились эти припадки, я подумала, что он умрёт. Мама. Ладно. Мама, успокойся. Ты слышала доктора. Всё позади. Хорошо? Пока. Я не позволю, отец не умрёт. Один раз он уже бросил нас и ушёл. Я не позволю ему ещё раз уйти. Ты услышал, отец? Ты не умрёшь. Пока я не отомщу тем, кто довёл тебя от такого состояния, ты не умрёшь. Ты услышал меня? Сынок. Ты услышал, отец? Послушай. Ты не умрёшь. Ты не умрёшь. Не умрёшь. Пока я не отомщу тем, кто довёл тебя от такого состояния. Ты не умрёшь. Когда этот подонок воссоединяется со своей любимой, ты не можешь умереть. Ты не можешь бросить меня одного. Не надо, любимый. Не надо, пожалуйста. Сынок. Сынок, приди в себя. Я прошу тебя. Пойдём, дорогой. Пойдём. Пойдём со мной, пожалуйста. Ты не умрёшь. Ты не умрёшь. Почему ты убежал так с университета? У меня были дела. Фатих. Мою боль, ненависть, которая внутри меня. Только ты сможешь понять это. Я не хочу сегодня оставаться одна. Могу я войти? Мне... Мне очень больно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!